МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем прямую линию с руководителем администрации Инты Владимиром Киселёвым. Владимир Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вопросы к нашему эфиру поступили от жителей Инты через общественную приемную главы Коми. Кроме того, Центр управления регионом на основе анализа медиапространства подготовил перечень актуальных тем. Трансляция прямой линии, кроме телеэфира, идет ВКонтакте, в группе ЦУРа, телеканала Юрган и официальном сообществе Республики Коми. Оставляйте вопросы в комментариях к трансляции и по WhatsApp-у номер на ваших экранах. Владимир Алексеевич, начнем сразу с одной из главных тем – с дорог. Специалисты Центра управления регионом Республики с начала года зафиксировали более сотни сигналов в социальных сетях и на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог и междомовых проездов. Так, например, Татьяна, она не указала свою фамилию и отчество, к сожалению, жалуется на большие ямы на центральных улицах города. Планируется ли их ремонт? Да, ремонт дорог у нас уже начался. По городу мы делаем ямочный ремонт холодным асфальтом. Сейчас далее объясню, почему. Контракт разыгран. И сейчас мы уже дополнительно изыскали 5 миллионов рублей, и ямочный ремонт будет продолжен. Общая сумма по ямочному ремонту по городу – это порядка 9 миллионов рублей. Также у нас выделены деньги республикой, это на школьные маршруты. Поэтому мы в городе делаем холодным асфальтом и надеемся, что все-таки аукцион у нас состоится, и горячим асфальтом будем делать большой объем работы. Это верхняя Инта, город, дорога. И также у нас асфальтный завод содействован еще и в комфортной городской среде. Это дворовые территории и тротуар. Поэтому объем городской он бы просто еще не потянул. Хорошо. Вот к вопросу, кстати говоря, о школьных маршрутах, вопрос от интинских автовладельцев еще. В этом году городу выделены средства на ремонт дорог, где проходят школьные маршруты как раз. Что будет сделано отдельно от основного ремонта? Как обстоят дела с подбором подрядчика? И в целом, какие работы этим летом по асфальтированию наших дорог будут проведены в общем объеме, если считать, вместе со школьным маршрутом? Да, на школьные маршруты действительно выделено 75 миллионов рублей. Это основной маршрут, еще раз скажу, это верхняя Инта и город Инта до Юстедора. Именно та часть, когда глава был в Инте, мы вместе проезжали этот участок, и он пообещал выделить деньги именно в первую очередь на этот маршрут. Деньги выделены, как уже сказал. Аукцион мы проводили. Первый, к сожалению, подрядной организации не нашлось. Сейчас провели работу, пересмотрели сметную документацию, и буквально завтра мы уже объявляемся повторно. Ну, то есть это не за горами уже, да? Да, надеюсь, что подрядчик все-таки появится, и эту часть дороги мы сделаем. Там большой участок, порядка 5-7 километров, который необходимо делать. В прошлом году мы его подсыпали щепнем, потому что там были уже большие ямы. Автолюбители постоянно жаловались, но и на сегодня считаем, что дорога в неудовлетворительном состоянии. Давайте представим сценарий, что, допустим, у нас во второй раз не получился аукцион. Успеем ли тогда до конца сезона, когда основные работы должны проводиться? Ну, все-таки надеюсь, что не будем плохой сценарий рассматривать. Хорошо. Раз уж мы о ремонтах говорим, вопрос от Александра Николаевича, жители 4-го микрорайона. Какие ремонтные работы летом будут проводить ресурсоснабжающие организации? И еще, планирует ли Интинская ТЭЦ привести в надлежащий вид территории, где они в прошлые годы проводили ремонты, в частности, Памира 50 и Куратова 70? Ну, конкретные вполне себе вопросы от жителей, в принципе, ожидаемо. Да, вот, прошу вас. Значит, ну, наверное, Спаут и Плюс – это ресурсоснабжающая организация, которая подает на город тепло и горячую воду. Сейчас с 14 по 16 проходят гидравлические испытания. Как только они пройдут, все дефекты будут устраняться, работы начнутся в этом направлении. Также администрация, сейчас администрация разместила аукцион на 11 миллионов рублей. Это капитальный ремонт участков теплоснабжения, в основном участки на микрорайоне Южный. Как только закончился отопительный сезон, с ресурсниками они встретились, именно решали, какие участки необходимо делать в первую очередь, и аукцион разместили. То есть масштабные работы в микрорайоне Южном тоже будут проведены. Что касается холодного водоснабжения, «Акваграт», организация представляет услуги по холодному водоснабжению. Работы тоже уже начались, и уже буквально на днях жители, наверное, видят, мы изменили схему движения, потому что перекопана одна из центральных улиц города, это улица Дзержинского. Там замена именно участка холодной воды. Также мы ждем материал, трубу, и будем менять магистральный трубопровод порядка километра. Это по холодной воде. Что касается сел, администрация закупила шесть новых котлов в котельные, два они будут на Верхней Инте, два в Абизе. В Абизе, почему мы закупаем котлы? На сегодняшний день у нас 15 заявок от жителей, которые живут в собственных домах и хотят подключиться. То есть мы ожидаем увеличения потребителей. Поэтому котлы уже рассматривали большей мощности. И еще два котла, это село Косевом, тоже они уже доставлены, доставлены по реке, разгруженные, будут монтироваться. В котельных Косевом всего два котла. Они, первый котел 80-х, в 80-х годах, второй 2000-х. КПД у них уже не то, которое необходимо нам. И сейчас мы два котла поменяем и надежность повысим до 100%. Хорошо. И вот по территориям, которые по Интинской ТЭЦ, Александр Николаевич, приведут ли они надлежащий вид территории вот по Мира 50 и Куратова 70, где они работы приводили, я так понимаю? Да, уже с начала лета работы они и такие начали, где необходимо было довезти грунт, довезли грунт, убрали за собой мусор и также заключили контракт порядка миллиона рублей именно на асфальтирование, где было нарушено асфальтирование. В прошлом году работы были масштабные. Мало того, мы их синхронизировали, сразу меняли отопление и холодную воду, поэтому они закончились уже в сентябре и асфальтировать не успели. Асфальтируют в этом году. Ну, так и, в принципе, и должно быть, что синхронизировано должно быть. У нас есть видео вопрос от Веры Викторовны, жительницы дома номер 2 на улице Чернова. Давайте его посмотрим. Мы живем в доме номер 2 по улице Чернова. Несколько лет мы страдаем от того, что у нас течет кровля. В прошлом году нас заверили, что рекоператор в 2022 году выполнит капитальный ремонт нашей кровли. Хотела бы уточнить, это обещание в силе и наш дом точно отремонтируют в этом году. Вот здесь отвечу коротко. Аукцион уже размещен рекоператорам. Прием заявок до 22 июня. Я думаю, что разыграют и работы будут выполнены. Ну, неделя осталась, по сути, до среды. Как результаты будут, обязательно провести. Хорошо. Александр Васильевич Канев задает вопрос как раз на эту тему. В некоторых многоквартирных домах давно пора ремонтировать кровли, фасады, инженерные сети. В каких домах в этом году будут проведены капитальные ремонты по программе рекоператора? Рекоператор в этом году выполняет работы по замене трех лифтов. Работы уже начаты. Это у нас Горького 1, Горького 11 и Дзержинского 23. И шесть Кровель. Шесть Кровель будут выполнены. Это Дзержинского 29, Дзержинского 19, Куратова 16, Полярная 22, Гагарина 11. И еще один адрес, сейчас не помню. Но все адреса есть на сайте администрации, либо по звонку можем все... Опубликовано, все опубликовано. Да, да, да. У нас есть вопрос ВКонтакте от Василия Тайборея. Я надеюсь, я правильно прочитал фамилию. Здравствуйте, ответьте на вопрос, когда начнут ремонтировать дворовую территорию на социалистической. Постоянно езжу по этой дороге и с каждым годом двор все хуже и хуже. Почему дворы, где покрытие, лучше ремонтируются, а этот нет? И когда в городе начнут убирать автохлам? Кстати, автохлам актуальная действительно тема, не только для Инты, и даже для других городов. Ну, начну тогда с автохлама. Есть процедура, при которой мы убираем его. Как только у нас появляется обращение, мы выявляем, вешаем объявление и через определенное время увозим его на стоянку. То есть эта работа ведется. Если нам уточнят адрес, мы, конечно, эту работу проведем. Что касается дворовых территорий, социалистическая. Первое, дворовые территории мы ремонтируем по федеральной программе современная комфортная городская среда. И есть процедура, чтобы в этот список попасть. То есть сначала управляющая компания должна провести собрание вместе с жителем и подать пакет документов в администрацию. Дальше они включаются уже в список. Во-первых, надо посмотреть, было ли собрание проведено и был ли пакет подан к нам в администрацию. Если нет, мы готовы посодействовать в этом и объяснить, что именно необходимо и нужно. И во-вторых, посмотреть, сколько дворовых территорий. У нас в городе порядка 100, наверное, еще дворовых территорий, которые необходимо делать. Мы делаем, в прошлом году сделали 8, в этом году делаем 2 территории. То есть сразу быстро не получится выполнить. Ну это еще не початый край работы. Да, да. Но как мы, наверное, можем Василию отметить, в том числе в том, что касается автохлама, все начинается с личной инициативы, в том числе и вашей, Василий. Так, этот вопрос мы уже задали. Много вопросов по ремонтам, в принципе, и в продолжении. В доме на улице Мира, дом 50, Мира, дом 50, предлагают сделать капитальный ремонт кровли, но наша кровля не течет. Обязательно ли делать капитальный ремонт или управляющая компания может эти работы выполнить в рамках текущего ремонта, насколько я понимаю? Конечно, управляющая компания может выполнить и обязана выполнить в рамках текущего, если там протечки небольшие, если жители видят. Ну, здесь тоже надо понимать, жители, специалисты должны посмотреть. Может, в одной квартире не течет, в другой течет. И само состояние кровли. То есть специализированная организация, либо специалисты выходят, делают вырубку, смотрят состояние кровли. Если она действительно не течет и в хорошем состоянии, и, конечно, делать не обязательно. А управляющая компания обязана делать текущий ремонт, даже если кровля, например, на следующий год стоит на капремонт, а в этом году побежала, управляющая компания обязана локально делать работы, чтобы жителей не топило, не кропило на голову. Ну, то есть жильцы должны управляющую попросить какое-то заявление написать, на то, чтобы проверить нашу крышу, а требует ли она... Управляющая компания должна брать инициативу в свои руки здесь. Она нанята жителями, чтобы работать в этом направлении и в том числе. Хорошо. Тоже от Интинца Николая Алексеевича вопрос. Какие дворы будут отремонтированы этим летом? Многие нужно благоустраивать. Почему за год удается привести в порядок так мало дворов? Ну, мы уже частично коснулись этой темы. В этом году у нас, получается, два, в прошлом году было восемь. Вот чуть подробнее, да, какие именно это дворы будут? И вот почему в прошлом восемь, а в этом два? Почему в прошлом восемь, в этом два? У нас общественная территория прошла по голосованию, это тротуар по улице Куратова. Тротуар объемный, то есть он проходит почти через полгорода. И денежные средства на него тратится значительно, это порядка 11 миллионов рублей. И дворы, два двора, это у нас Мира-33 и Воркутинская-12. Между ними две большие территории, которые тоже будут делаться. То есть вот эти два двора, они как бы продолжение нашей улицы пешеходной Горького. И много людей именно идут с новой части в этом направлении. Поэтому мы этот маршрут хотим доделать полностью и уже перейти к следующим дворам, которые тоже необходимо ремонтировать на следующий год. Здесь действительно были разбиты и территории рядом, которые и сами дворы, асфальтовое покрытие. Кроме того, там год назад провели работы по замене теплотрассы. То есть и готова, в принципе, территория для того, чтобы ее благоустроить, полностью заасфальтировать. И спокойно там без ремонта еще просуществует она долго очень, да? Так, вопрос от Никиты Ивановича. В прошлом году в Инте было полностью заменено освещение на проезжей части улицы Мира. Теперь вместо старых столбов новые с энергосберегающими лампами, что и для энергопотребления прекрасно, и визуально тоже выглядит вполне опрятно. Будут ли в этом году продолжены работы по замене освещения и на каких участках, если да? Да, работы продолжаем по освещению. Значит, уже выполнены работы по улице Восточной. Опоры там пришли в негодность, деревянные опоры. Уже установили более 20 опор, поставили светильники, проверили все. Линия готова. Следующие работы, которые мы планируем в этом году, часть улицы Куратова. Тоже будет замена опор на энергосберегающие светильники. Поменяем провод. И в этом году по зимнему, когда ездил по селам, много обращений было именно с сел. Где-то заменяем светильники, где-то добавляем линии. То есть упор сделали еще в этом году на села. Поэтому работы в этом направлении продолжаем и будем продолжать. Хорошо. Александр Карпов спрашивает. В голосовании по благоустройству территории в 2023 году по программе, как раз то, что мы обсуждали, формирование комфортной городской среды, федеральная она, выиграла участок возле восьмой школы. Проживаю рядом. И хотелось бы узнать, что конкретно планируется там сделать. Я так понимаю, по пунктам. Только асфальтирование или что-то еще? Нет, территорию мы делаем комплексно. Это асфальтирование с бордюром, дальше лавочки, освещение и урны. Да, действительно, она расположена между школой и домами, поэтому можно будет там отдохнуть. То есть территория будет такая... Ну, это такой сквер, да? Да, да. Она проходная, да. Проходная и сквер. Так, хорошо. Еще один у нас вопрос о голосовании по благоустройству территорий. Это опять видеовопрос от жителей села Петрунь. Давайте посмотрим. Наше село Петрунь участвовало в голосовании на портале госуслуг по выбору территорий, в которых будет проведен мобильный интернет и мобильная связь. Мы единственное село в Индийском округе, где нет ни мобильной связи, ни мобильного интернета. Мы знаем, что голосование, мы даже лидировали. Поясните, пожалуйста, придет ли к нам в этом году сотовый оператор или нет? Да, действительно, в прошлом году было голосование, и мы всем, как говорится, миром голосовали, чтобы быть в числе первых. До конца 2022 года работы должны будут быть завершены. Это федеральная программа выравнивания цифрового неравенства. На сегодняшний день работы никакие не начаты. И информации о том, что работы не будут делаться, у нас нет. Поэтому запрос в Минцифру мы написали. Сейчас дождемся ответа и еще раз проинформируем жителей. То есть, в принципе, нужно только чуть-чуть подождать, и ничего критичного пока не произошло. Правильно я понимаю? Я надеюсь, что мы удовлетворили интерес жителей села Петрунь. И нам сейчас нужно будет прерваться на короткую рекламу, и затем мы вернемся в студию. Мы продолжаем прямую линию с Владимиром Киселевым, руководителем администрации Инты. Владимир Алексеевич, в середине мая в одном из городских сообществ зафиксирован резонансный сигнал. Это была известная история о неудовлетворительном качестве воды. Жительница написала, что вода имеет неприятный запах и непригодна для использования для бытовых нужд. В комментариях другие пользователи подтверждают наличие проблемы, то есть она не единичная, и отмечают, что такая ситуация возникает именно в межсезонье. Как можете прокомментировать, чем было вызвано ухудшение качества воды? Есть ли сейчас такая проблема, если что-то было сделано или нет? Водозабор для водоснабжения города находится на реке, река Большая Инта, и построен в 50-х годах, и вода, забор происходит с поверхности воды, и очищается только песчаногравийный фильтр. Дальше обеззараживание хлором, и подается трубопровод. В весенний, осенний, когда идет таяние снега, это, первое, это таяние снега, второе, это когда идет вода, подъем воды, происходит подъем воды, и вода становится мутная, и такая вода попадает к жителям. Конечно, это проблема, это ежегодная проблема, она уже с давнишних времен, и она не решена на сегодня. То есть вот в этот паводок вода так и идет с нарушением цветности и мутности. Что делает администрация в этом направлении? На сегодня у нас подготовлено техзадание на выполнение проектно-сметной документации на водоподготовку, которая будет устанавливаться именно там, чтобы воду доводили до питьевого качества. То есть в этом направлении работаем, как только у нас будет проект, совместно с республикой будем подаваться в какие-то федеральные программы, потому что понимаем, что стоить будет дорого. Бюджет, наверное, не потянет. Бюджет точно не потянет, да. И эта тема уже обсуждалась и с республикой. Что касается горячего водоснабжения. Также сейчас воду берут с реки, но по горячему водоснабжению ситуация следующая. ПАУТ и Плюс проектирует газовую котельную, строительство которой начнется в 2023 году. В 2023 они уже должны закончить. И в системе этой газовой котельной будет цех химводоподготовки. То есть тоже горячую воду будут доводить до питьевого качества и подавать. Хорошо. Мы к газовой котельной еще вернемся, потому что у нас есть об этом вопрос. Из WhatsApp у нас вопрос пришел. Валентина Чикунова спрашивает. Здравствуйте. Когда в Инте начнут убирать грязь с улиц и обочин дорог? Убрали только улицу в Иркутинскую. На этом уборка закончилась. Я знаю, что на лето запланировано три уборки улиц и обочин, но сейчас коммунальщики делают дорожную разметку и ямочный ремонт, который длится все лето. А когда же уборка? И много-много вопросительных знаков. Люди должны дышать пылью. Половина июня у нас ветреная погода, вся пыль в окна, в лицо мы дышим грязью. Раньше Инта славилась как самый чистый город в республике. Теперь он зарастает грязью. Работа в действительности проводится. Есть ежедневные отчеты, как фотоматериалы, так и графики выполнения работ. Да, начало летнего периода это всегда тот песок, который мы всю зиму сыпали. Его нужно убрать. Сразу мы его убрать просто физически не успеваем по всему городу. Есть график работ, улицы и уборка происходит. То есть, будем, наверное, больше выдавать сейчас в эфир этого, как и где работают на сегодняшний день. Информировать, информировать. Да, да. Так, смотрите. Вопрос от Елены Григорьевны, жительницы 30-го дома на улице Мира. Когда запланировано в городе отключение горячей воды и на какой период? Отключать будут на две недели. С 4 по 17 июля. Тоже дополнительную информацию еще выложим. А так она есть на сайте администрации. Просто хотел закончить про воду говорить и перейти вот непосредственно к ТЭЦ. Антон Громиш, я надеюсь, правильно читаю фамилию, Громиш спрашивает. В Инте планируется строительство газовой котельной? Интинская ТЭЦ переходит на газ. Не повлекут ли эти изменения проблемы с теплоснабжением наших домов? Это первый вопрос. И как это скажется на оплате отопления? То есть, я так понимаю, платят за отопление, скорее всего? Газовая котельная Инте только в плюс. Первое, это экология, конечно, меньше выбросов будет. И по качеству предоставляемой услуги, я думаю, никаких вопросов не будет. Здесь, если мы постоянно понимали уголь, какого качества, думали, как он хранится, где он хранится, какая погода, то есть, на разгрузку, какой он пришел, то здесь будет газопровод и будет подаваться газ уже по трубе, и никаких проблем не будет. Я думаю, для Инты это только плюс. Ну, это экологично, банально. Да, да. Экологичнее. Еще один вопрос. Ольга Алексеевна, пенсионер, интересуется, раз уж мы про отопление начали говорить, в этом году Комиэнергосботовая компания выставила большие суммы по корректировке за отопление. В Инту даже приезжала руководитель стройжилотехнадзора Ольга Микушева, помним. Жители многих домов писали заявления о проведении проверки законности и правильности расчетов тогда. Есть ли уже результаты этих проверок какие-то? Да, результаты есть. Наша инспекция именно в Инте приняла больше ста заявлений, проверили уже более тридцати домов. и общался с Микушевой Ольгой Михайловной. На республиканский уровень пришли коллективные обращения, которые рассматривались именно здесь. Почти все они уже рассмотрены и корректировка проведена верно. То есть нарушений нет в соответствии с законом. Так, у нас есть еще один видео вопрос от Татьяны Ивановны Тачиловой на тему, которая во многих районах Коми крайне актуальна. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Владимир Алексеевич, меня зовут Татьяна. Я являюсь жителем города Инте. Из-за большого количества братячих собак стало страшно отпускать своих детей на прогулки. Скажите, пожалуйста, как решается этот вопрос и планируется ли открытие приюта для этих животных? В этом году Инте из республиканского бюджета выделено 2,4 миллиона на цели отлова стерилизации и кастрации, но и выпуска обратно в эту среду. То есть контракты мы подписали, работы эти ведутся, но, как я уже сказал, предусмотрен выпуск обратно в среду и сейчас поступают жалобы, что даже чипированные собаки мешают где-то агрессивные, пытаются укусить. Мы на сегодня выделили земельный участок. К сожалению, из муниципального бюджета содержать приют мы не можем по закону, поэтому обращаемся в Министерство сельского хозяйства на сегодня министерство выделило миллион рублей на обустройство, именно на изготовление клеток. На сегодня клетки уже изготовлены, индивидуальный предприниматель отчитается за использование этих денежных средств. И дальше, конечно, будем просить, чтобы на содержание тоже была какая-то субсидия. содержание именно приюта. Земельный участок выделен, то есть мы готовы его открыть. Хорошо. Это к вопросу о приюте. Еще к вопросу о работе Индийской службы по отлову бездомных собак, потому что у нас есть вконтакте у Ксении Афанасьевой. Ксения, я про вас не забыл комментарий тоже с вопросом, то есть как она сейчас работает только по жалобам тут в скобочках или далее судьба отловленных собак, какая именно выпускают ли их обратно на улицы нашего города. И здесь Ксения поделилась несколькими сразу адресами, где собаки значит либо нападают, либо кто-то их подкармливает, да, и куда службе Индийской надо бы наверное заехать. Ну я думаю вы администрации уже сами отработаете. Вот как она сейчас функционирует, хватает ли ей финансирования? Финансирование они получают только после того, как сдадут весь пакет документов, то есть на сегодня один контракт на 30 собак уже закрыт, то есть они его исполнили и мы им оплатили. Сейчас заключен контракт отдельный на поселок Южный, чтобы именно там отлавливали, потому что там много жалоб именно по поселку Южный и два контракта по городу. То есть служба выезжает как по объявлениям, как обращениям, которые приходят к нам, мы сразу перенаправляем, так и прямой телефон есть, но и отрабатывают и те участки, где мы им скажем, то есть откуда, где увидели сами по обследованиям. удовлетворительно отрабатывают? Как вы оцениваете? Я оцениваю пока средне. Почему? Потому что собак действительно очень много и 30 отловленных собак не видно в этой массе. То есть тем более, что я повторюсь уже, что их выпускают обратно через какое-то время. И они в том же поселке, у тех же магазинов, у тех же школ. Ну и цикл возвращается к началу, грубо говоря. Но вот насколько я понимаю, приют должен решить как раз эту проблему. Или нет? Или он не решит по его мощностям задуманным? Решит или нет? Во-первых, надо мощности увеличить, сейчас это только на 40. Во-вторых, содержание. Основной вопрос финансирования содержания приюта. Хорошо, давайте, вроде бы мы подробно обсудили проблему собак. Давайте мы, Владимир Алексеевич, поговорим про Арктику, потому что сигналов об этом ЦУР получил немало. В июле 2020 года президент подписал закон о господдержке предпринимателей на территории Арктики. Инта вместе с Усинском и Уссильмским районам стали ее частью. С этого момента бизнес города получил государственные преференции уникальные. Прошло два года, какие изменения в жизни Инты произошли с момента включения в Арктическую зону? Три предприятия, которые являются резидентами. На сегодняшний день это агрокомплексы Инта Приполярная. Там работы продолжаются в этом направлении. Второе это завод карбид-кальция здесь я думаю этим летом первую линию они уже запустят. То есть работы идут, там работает более 70 человек, все интенции, то есть получают зарплату как бы и этот проект я думаю в скором времени сейчас идет демонтаж закупка нового оборудования и в скором времени думаю заработает именно так как он должен выпускать продукцию. то есть именно на выпуск продукции. Сейчас пока только подготовительные работы демонтаж и не видит еще сам инвестор никакой прибыли. То есть и еще один резидент это ЖЗБИ завод железобетонных изделий пока к сожалению не может найти инвесторов. Территория есть, здания есть, но работник их не идут. Хорошо. Виталий Семяшкин спрашивает к вопросу об Арктике как раз. В прошлом году в Инте начали раздавать арктический гектар. Мы с семьей пишут Виталий задумались о строительстве собственного дома но хотелось бы получить участок с уже подведенными коммуникациями. Есть ли такие участки в наличии? Бывают ли такие участки в наличии? Да, такие участки у нас были и на сегодняшний день остались, но они остались на верхней Инте то есть 20 километров от города где у нас железнодорожный вокзал. Участки были и в городе там где когда-то находились дома они стали ветхими мы их снесли то есть подвод коммуникации там возможен и это такая часть города близкая к центру. Сейчас мы рассматриваем вопрос добавить территории где можно строиться но для этого мы будем собирать именно пожелания людей то есть где в каком районе они хотят и есть ли у нас там если у нас там есть мы будем работать в том направлении чтобы добавить вот эти территории чтобы жители заявились и получили. А сколько вы времени примерно хотите на это потратить? То есть Виталий например ему сколько ждать если так? Первое что необходимо сделать это обратиться к нам чтобы мы поняли в каком районе это возможно у нас там есть еще какие-то участки которые внесены уже если нет то тут уже с республикой надо будет всю процедуру пройти она не не быстрая не быстрая чтобы эти земли попали опять в эти территории которые можно распределять. Хорошо еще вопрос от Светланы мамы двоих детей в этом году нашим детям как проживающим в арктической зоне выделены бесплатные путевки для отдыха на юге как их получить и кто имеет на них право? 156 путевок было выделено для Инты получить может любой школьник достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти процедуру дети11.rf то есть любой школьник может получить эту путевку но еще раз скажу 156 все они уже распределены то есть те кто выше 156 в этом году они как путевку не получат то есть им следующего года нужно ждать? если будет дополнительный да либо дополнительный либо может в следующем году увеличение желающие есть хорошо ну вот интересно просто от общего количества детей это же наверное не очень наверное большая цифра или это внушительная цифра 156 школьников внушительная плюс по другим программам детей возим в летние лагеря то есть это как бы добавляется это хороший ну это такое дополнение к общим остальным хорошо при полярье место суровое для жизни вот Ольга Васильевна интересуется с каждым годом население города уменьшается соответственно уменьшается и количество детей раз уж мы вот про детей говорим закрываются ли в связи с этим в этом году какие-либо школы или детские сады может быть да действительно каждый год 1 сентября мы видим что отток именно с школ садов примерно 400 человек детей 400 детей и конечно же у нас классы получается полупустые и в этом направлении необходимо двигаться в этом году у нас один садик закрывается ручеек также в школе в селе Косевом у нас на следующий год нет вообще ребят которые идут в школу некоторые выпустились некоторые переехали она у нас остается пустой то есть и в школе конечно работа мы сейчас объединяем сады и школы но объединение нам не дает эффекта того затраты более 300 миллионов мы сегодня из бюджета тратим конечно надо нам ужимать и какие-то школы сады в городе закрывать вопрос такой острый и поэтому подходим к нему очень серьезно и надо учесть все нюансы чтобы если класс переходит значит он полностью переходит чтобы никакой второй смены не образовалось то есть есть одна смена никакой второй смены то есть в школу должны все поместиться чтобы хватало классов то есть это обсуждаем и знаем что это делать необходимо 300 миллионов это в общем по округу по всем школам или по всем по образованию которые недоукомплектованы по всем по всем хорошо еще один актуальный вопрос про школьное питание от Александры тоже не указала фамилию к сожалению цены на продукты в магазинах значительно выросли мы это заметили все повлечет ли это повышение платы за питание в школах и детских садиках сейчас однозначно ответить на этот вопрос невозможно почему мы отыгрываем совместные аукционы вот сейчас отыгрывали на первые полугода отыграли еще в декабре 21 года и мы удержали цены подряд были обращения от подрядных организаций что продукты дорожают но договорились на том что они этот контракт исполняют без каких-либо повышений сейчас формируется конкурсная документация чтобы отыгрывать уже на второй полугодии именно на продукты и только к сентябрю мы поймем к первому сентября мы поймем сколько будет стоить питание пока пока не могу ответить на этот вопрос понятно но учитывая то что усложнилась и логистика и все остальное ну лично я бы например не знаю не делал бы каких-то радужных прогнозов на этот счет давайте завершим тему вопроса от Натальи Федоровны фамилии нету будет ли в этом году праздник для выпускников школ в Инте это событие всегда проходит масштабно и очень зрелищно да будет 24 июня праздник будет уже несколько совещаний проводились и оргкомитет в новом формате обещает более грандиозный более яркий праздник это будет получается первый такой постпандемийный полноценный такой выпускной вот видите праздники все таки случаются у нас остается два вопроса оба про бюджеты Андрей Николаевич недоумевает почему на памятник Ленину выделяется такая большая сумма для ремонта я вот он не пояснил какая там сумма для ремонта я надеюсь вы мне расскажете не лучше бы для города было потратить их на ремонт дорог памятник Ленина у нас является наследием культурным наследием республиканского уровня и есть предписания которые мы должны исполнить мы должны отремонтировать сейчас он в аварийном состоянии должны отремонтировать и мало того что отремонтировать вернуть впервые изданный вид сейчас он обшит красным металлическим листами мы должны его вернуть в первоочередной вид был в прошлом году заказан заказан проект в который входит сметная документация цена ремонта памятника 7 миллионов рублей то есть деньги мы заложили мало того мы провели аукцион на который никто не вышел то есть сегодня даже за 7 миллионов никто не хочет его ремонтировать ну я так полагаю в связи с тем что строительные материалы подорвали сейчас мы проводим работу с теми организациями которые могут делать это должна быть специализированная лицензированная организация и будем выставляться повторно мне кажется одна из причин почему никто не хочет это потому что может быть никто не может отремонтировать культурное наследие вот объект культурного наследия да работы действительно сложные мало того сам постамент его нужно снять увезти в мастерскую и изнутри ремонтировать изнутри поэтому я думаю что тут нужны профессионалы действительно и давайте второй вопрос у нас уже время программы подходит к концу про народный бюджет Анна Сергеевна Торопова спрашивает в прошлом году в селах округа было проведено много работы в рамках проекта народный бюджет и даже установлен спортивный тренажерный комплекс в селе Петрунь расскажите какие проекты в селах будут реализованы в текущем году мы планируем реализовать 13 народных инициатив в этом году 5 из которых это в селах в село Петрунь это у нас детская площадка Абесь это у нас спортивная площадка в Адзивовоме ремонт моста через ручей и в Кассиоме это благоустройство кладбища замена ограждения и ремонт двух скважин именно самих зданий павильонов зданий и крыш то есть вот такие работы в этом году будут сделаны Активно вообще участвуют люди жители в народном бюджете приходят или собираются Села особенно активно всегда езжу обсуждаю с ними эти вопросы конечно подсказываем если что необходимо но и также в городе очень много предложений которые люди высказывают которые проекты которые хотят реализовать хорошо Владимир Алексеевич спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе и детальные и подробные ответы на вопросы жителей наших телезрителей спасибо через неделю 22 июня смотрите прямую линию на телеканале Юрген с главой Карткировского района Константином Саженом присылайте свои вопросы всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова